Вы играете, а мы поиграем. Мы тоже учим, вы играете. Вы играете, всем дружба победит. Игра не на деньги, но о деньгах. Они еще, к счастью, не знают, что такое ипотека, кредиты, неделя до зарплаты, они только учатся. Это детский сад, один из первых в крае, в котором начали проводить игры по финансовой грамотности. От какой еды можно отказаться, является ли машина роскошью и что такое настоящая потребность. Специалисты говорят, даже в таком возрасте малыши могут понять, что в этой жизни от чего-то приходится отказываться. Если формировать понятие постепенно, начиная от того, что есть деньги как средство обмена, эти деньги зарабатывают родители, уходят они на работу, постепенно ребенок абсолютно в дошкольном возрасте овладевает понятиями ограниченности ресурсов и тем, что необходимо все-таки делать какой-то осознанный выбор, и иногда приходится от чего-то отказываться. Купить нужную интересную игрушку, может быть даже дорогую, либо пойти в парк отдыха, развлечений или еще куда-то. Дети не только получают важные знания, но и развивают мышление, память. О деньгах здесь говорят без фанатизма. Все обучение финансам проходит в форме игр. Например, во время чтения, рисования. Зачастую взрослые, казалось бы, умные, состоявшиеся люди являются абсолютно безграмотными в финансовых вопросах. Когда берут многочисленные кредиты, не понимая полных условий, когда пытаются заработать легкие деньги на бирже и потом прогорают. Пока к программе финансовой грамотности присоединилось всего несколько детских садов, в которых воспитатели прошли курсы повышения квалификации. Остальные учреждения края тоже могут проявить инициативу, чтобы помочь своим маленьким воспитанникам избежать многих ошибок в дальнейшей жизни. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.